Ну вот, у меня всего один чупа-чупс. Мне это совсем не нравится. Мне повезло гораздо больше. Супер! Алекс, только посмотри на мою порцию. Твоя меркнет на её фоне. Ничего себе! Я глазам своим не верю. Никогда не видел так много чупа-чупсов. Давайте начнём с малого. Что ж, я не против. Нужно только снять обёртку. Пока у тебя получается не очень. Я не собираюсь сдаваться. Да хватит смеяться! О нет, я сломала свой чупа-чупс. Не думала, что такое вообще возможно. Главное, что карамель цела. Большего мне не нужно. Ммм, какая же она вкусная. Супер! Надо же, как ты быстро закончила. Теперь ты, Алекс. Класс! Мне давно пора подкрепиться. Смотрите, как легко я могу снять обёртку. Ого! Да уж, мне есть чему у тебя поучиться. Хватит мелочиться, пора играть по-крупному. Я хочу съесть сразу всё! Что ты задумал, Алекс? Не бойтесь, я всего лишь хочу измельчить свою карамель. Смотрите, получается. Осталось совсем немного. Класс! Какой же я сильный! Хватит, Алекс! Нам страшно! Да всё, всё, я уже закончил. Теперь нужно пересыпать карамель в чашу. Ничего себе, как её много! Ты круто придумал! Так, мне понадобится один целый леденец. Я оставил его не просто так. Теперь можно окунуть его в измельчённую карамель и есть. Очень удобно. Жаль, что он так быстро закончился. Придётся просто засыпать крошку себе прямо в рот. Что ж, тоже неплохо. Как вкусно! Не хочется останавливаться. Ты половину просыпал мимо рта. Мила, теперь ты! Мне понадобится пылесос. Выключи его скорее! Упс, извините, я случайно направила его в вашу сторону. Он нужен мне, чтобы снять обёртки. Крутая идея! Мне тоже нравится. Теперь я могу есть леденцы без всяких препятствий. Как это всё помещается у тебя во рту? Невероятно! Боюсь, это плохо кончится. Ой, похоже, ты был прав, Алекс. Чупа-чупсы застряли! Я не могу ничего сделать! Ну ладно, так и быть, мы тебе поможем. Держись крепче! Аккуратнее, мне больно! Ого, это ещё что такое? Это же челюсть Милы! Какой кошмар! Да, всё нормально, я вставлю её обратно. Это ещё что такое? Я даже разглядеть не могу. Похоже на зёрнышко кукурузы. Наверное, ты права. У меня таких несколько. У них совсем нет запаха. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Из этих зёрнышек готовят попкорн. Но я не умею. Нужно что-то придумать. Да, есть идея. А что, если просто раскусить? Не выходит. Слишком жёстко. Придётся придумать ещё кое-что. Мне поможет утюжок для волос. Думаю, его мощности хватит, чтобы приготовить одно зёрнышко. Ну как, получается? По-моему, слишком долго. Алекс, давай пока поиграем. Ну или поспим. Джули права, это слишком долго. Ого, всё-таки получилось! Класс! Ребята, посмотрите, какая прелесть! Браво! Мы в тебя верили, Мила. Надеюсь, я не зря ждала. О, да, это очень вкусно. Теперь ты, Алекс. Мне нужно что-то посерьёзнее утюжка для волос, чтобы приготовить свою порцию. Думаю, утюг подойдёт. Не уверена, что это сработает. Твой способ тоже заставлял нас сомневаться. Вау, у меня получилось! Быстро! Да, ты нас приятно удивил. О нет, я обжёг руку. Как же горячо. Иногда ты бываешь таким растяпой. Надеюсь, попкорн поможет мне отвлечься от неприятностей. Класс! Очень вкусно! Как же мне приготовить такую большую порцию? Есть идея. Ого, это ещё что такое? Машина для попкорна. Неужели вы никогда её не видели? Сейчас я расскажу, как ей пользоваться. Для начала просто засыпаем зёрнышки внутрь. Вау! Вот так. Пока этого достаточно. Смотрите, работает! Мой попкорн уже готов! Это невероятно! Настоящее чудо техники! Думаю, можно добавить побольше зёрен. Получилась слишком маленькая порция. О да, совсем другое дело. Супер! У нас весь стол усыпан попкорном. Тут осталось ещё немного зёрнышек. Я использую их. Кажется, твоя машина вышла из-под контроля. Это даже к лучшему! Это что, настоящий рак? Выглядит пугающе. Мне даже прикасаться к нему страшно. Бррр, ужас! У тебя хотя бы всего один рак. Посмотри на мою тарелку. Хотя, думаю, нам не стоит бояться. Эти раки совсем не опасны. Я бы не был так в этом уверен. Представить не могу, как мне осилить эту огромную порцию. Пусть лучшая Мила начинает. Ну, спасибо, Алекс. Ты настоящий друг. Умеешь поддержать в трудный момент. А вроде бы и не так противно, как я думала. Правда? О да, мне даже нравится этот вкус. Я готова съесть рака целиком. Какая вкуснятина! Не ожидала, что мне такое понравится. Честно говоря, я тоже немного удивлен. Да, было вкусно. Мила, тебе бы не мешало почистить зубы после такой еды. Что? Упс, как неудобно вышло. Не расстраивайся, всякое бывает. Надеюсь, я тоже смогу справиться со своей порцией, как и ты. Ладно, начнем с малого. Попробую откусить хотя бы кусочек. Странно, мне показалось, что этот рак шевелится. Лучше возьму другого. Хорошо, что мне есть из чего выбрать. Но для начала избавлюсь от всего лишнего. Джули, я тебя не узнаю. Ты что творишь? Ничего такого, пустяки. Мне просто нужно было почистить раков. Это не оправдание. Посмотри, что ты с нами сделала. Извините, ребята, я не хотела. Ладно, пробуй уже. Мила была права. Это действительно очень вкусно. Жаль, что мне досталась не самая большая порция. Я бы с радостью съела еще. Вот это да, у меня опять разыгрался аппетит. Класс. К сожалению, милая, у нас с тобой ничего не осталось. Теперь очередь Алекса. Ну что, вы подали мне отличный пример. Теперь я тоже готов это попробовать. Супер. И правда, пальчики оближешь. Можно мы возьмем у тебя немного? Ну уж нет, вы свое уже все съели. Ну дай нам хотя бы по одному кусочку. Хватит. Я же сказал нет. Не мешайте мне наслаждаться. Вкуснятина. Мы очень сильно проголодались. Угости нас, умоляем. Ладно, думаю, этого вполне хватит. Очень смешно, жадина. Мы тебе это еще припомним. Да ладно вам, не злитесь. Я же просто пошутил. О нет, тут живой рак. Мамочки, мне страшно. Как ты тут очутился? Эй, все нормально? О нет, помогите. Он укусил меня за палец. Сделайте что-нибудь. Не надо кидать его в меня. Так больно. Так тебе и надо, Алекс. Думаю, будет весело. Давайте скорее открывать крышки. Вита, начинай. О нет, какое ужасное начало. Я бы сказал колючее. Неужели мне придется есть этот кактус? Он же такой и страшный. Я точно уколюсь. Ладно, остается только надеяться на лучшее. Ай, как больно. Может, хватит? Конечно, нет. Ешь быстрее. Кажется, у меня появилась идея. Зачем я буду делать себе больно, когда я могу просто отрезать все иголки? У меня даже подходящие щипцы есть. Та-дам! Теперь мне не придется мучиться от каждого укола. Надеюсь, что кактус хотя бы вкусный. Ну как? Ты так быстро его съела, будто бы он сладенький. Нет, ничего подобного. Он отвратительный. Да уж, чувствуется. Теперь моя очередь открывать. А ну стоять, дамы вперед. Тем более мне выпало такое вкусное мороженое. Нужно его побыстрее съесть. Вита, куда ты утащила мое мороженое? Верни, обратно. Ну уж нет. Видишь, у него круглые шарики, а это значит, что они мои. Я знаю, как это исправить. После теплой обработки шарики превратятся в жижу. А из-за треугольной формы рожка эта жижа будет моей. Готово. Как же вкусно. Да уж, я бы очень пожалела, если бы отдала мороженое Вите. Слишком уж оно классное. Ну что, Алекс, теперь ты можешь открывать свою крышку. Ничего себе. Какая красота. Такой аппетитный сэндвич. Так и хочется поскорее его слопать. Приятно осознавать, что мне не придется ни с кем делиться. Вся эта вкусняшка моя. Твоя, говоришь? А у меня появился план, как тоже полакомиться бутербродом. Алекс, тебя Вита зовет. Теперь нож поможет мне превратить квадратный сэндвич в два треугольных. Прости меня, Алекс, но я должна была это сделать. Пойми, я тоже очень проголодалась. Ох так. Посмотрим, как тебе понравится бутерброд с таким же треугольным перцем. Думаю, будет как минимум весело. Котнотища. Жаль, Алекс, что не ты ешь эти сэндвичи. Ах нет, совсем не жаль. Ха-ха. Ой-ой. А вот тут явно что-то не так. Откуда в бутерброде перец? Помогите. У меня есть кое-что, что поможет тебя потушить внутренний пожар. На вот, выпей. Скорее дайте мне жидкость. О, нет. Что я только что выпила? А-а-а. Ничего себе. Вот это шоу. Посмотрим, что ждет нас в этом раунде. У Виты чипси. А что же у меня? Ух ты. Надеюсь, мне тоже повезло. О, нет. Я вам не пес, чтобы собачий корм есть. Я так не хочу это делать. Ну, пока не придется, потому что первую буду есть я. Хочется поскорее слопать этот арбуз. Какой он сочный. Самое то для жаркого летнего дня. Я знаю, как можно тоже добыть себе немного арбуза. С помощью специальной ложки. Кейси, держи. С ее помощью есть будет удобнее. Спасибо большое. Это и правда удобно. Ассом. Вот только теперь арбуз мой, потому что ты нарезала его на круглые кусочки. В следующий раз будешь внимательнее. Думаю, эта история с арбузом многому тебя научит. Да я тебе сейчас... Получай! Мимо. Можешь кидаться сколько хочешь. А я пока буду доедать арбуз. Из-за тебя мне осталось совсем немного арбузика. Но хотя бы остатки я съем без чьей-либо помощи. Кучнятина. Готово. Вита, твой черед. Думаю, чипсики будут вкусными. Тем более Принглс. Я их обожаю. Я тоже. И не могу избавить себя от радости. Лишите Виту чипсов. Хорошо, что для этого нужно всего лишь взболтать пачку. Странно. А почему там пусто? Где все чипсы? Какой кошмар! Кто посмел так надругаться над ними? Чипсы в любом виде вкусные. А вот мне придется есть собачий корм. Он противный. Даже запах ужасный. Кажется, меня от него стошнит. Может, я не буду его есть? И еще как будешь? Вы только гляньте на то, какой он мерзкий. Хотя бы попробовать необходимо. Фу, Лия, какой ужас! Мерзость! Собачий корм нужно есть из специальной посуды. Скажи спасибо, что я захватила для тебя такую. Да уж, спасибо. В этой миске корм выглядит еще хуже. А есть его ложкой я просто не смогу. А я тебе помогу. Главное, не шевелись. Все равно попаду. Получай. Ну как, нравится? Нравится? Фу, ничего хуже я в жизни не пробовал. Думаете, это смешно? Сейчас я покажу, что такое смешно на самом деле. О, как ты посмел! От нас теперь будет нести, как от собак. Вот это весело. Девочки, как вы думаете, в этот раз кому повезет? Сейчас узнаем. Точно не мне. А вот мне повезло. Обожаю роллы. Мне тоже. Мне выпал шоколад. К тому же очень вкусный. Его очень сложно найти в магазинах, поэтому он становится еще ценнее. Я знаю, что у всех присутствующих уже текут слюнки. Но я не собираюсь делиться. Вкуснятина. Так и хочется поскорее слопать все эти треугольные дольки. Как круто, что я могу это сделать. Но перед этим нужно показать шоколадке пару приемчиков каратэ. Вот так-то. Теперь все знают, что Кейси может издачи дать. А теперь я покажу трюк. Ловля шоколадки ртом. Но это еще не все. Поймать одну дольку может каждый. А вот поймать целую кучу долек гораздо сложнее. И у меня не получилось поймать ни одной. Какой позор. Да ладно тебе. Главное, что мне теперь можно приступать к роллам. Возьми, пожалуйста, палочки. О нет, я никогда не умел есть с их помощью. Если я сейчас буду учиться, то я точно ни одной штучки не съем. Но кто же мне мешает использовать палочки по-другому? Например, насадить на них роллы и есть прямо так. Это круто, удобно и руки чистые. А как же поделиться с подругой? Нет уж. Тем более, зачем тебе роллы? Тебя ждут очень сочные лимончики. Представляю, насколько они кислые. Фу, пошел вон. Я не знала, что лимоны возвращаются как гумеранги. Пошел вон, я сказала. Кажется, они теперь твоя судьба. Дурацкие правила челленджа. Хорошо. Я только что придумала, как сделать лимоны менее мерзкими. Нужно счистить корочку. Кажется! Упс, Алекс, прости. Хотя твоя новая прическа очень подходит к твоей желтой футболке. Ладно, хватит баловаться, пора есть. Ой, кажется, из-за лимона я немного отсузилась. Мне необходим освежающий душ. Вот теперь стало гораздо лучше. Вот это да! Видела бы тут свое лицо. Только не лук. Я не хочу вонять. Вау, какой огромный кусок пиццы. Потрясающе. А у меня самая вкусная шипучка. Обожаю ее. Надеюсь, вы не будете против, если сначала я разберусь с этим гадким луком. Уж очень не хочется мне оставлять его на потом. Ну как, вкусно? Хватит издеваться. Мне и правда тяжело. Знали бы вы, насколько этот лук мерзкий? Если бы вы сделали один укус, он вас бы мигом вырвало. Кажется, и у меня что-то наружу просится. Вонище. Извините меня. Так-так. Я засекла круглые колбаски на пицце Кейси. Это значит, они мои. Приятно узнать, когда тебя ждут такие вкусняшки. А если вырезать небольшой кусочек, то можно сделать его квадратным. Это значит, что я смогу подкрепиться. Главное не запачкать руки, а то мне потом еще и шипучку есть нужно. Да как вы смеете? Как вам не стыдно? Это же моя пицца. Кусок квадратный, а значит, он мой. Ну вот, мне почти ничего не осталось. Ладно. Хорошо, что меня не полностью обнесли. Хоть чем-то полакомиться смогу. А меня ждет еще целая пачка шипучки. Интересно ее слопать. Выглядит она многообещающе. Ого, и правда круто. Но вы можете на нее даже не рассчитывать. Я сам ее съем. Красота. Как же вкусно. Хочу еще. Жадному Алексу шипучка может только на голову попасть. Вот так-то лучше. Будешь знать, как вести себя с подружкой. Где мы очутились? Я думаю, что это новый челлендж. Как интересно. А можно я начну? Уверена, в этом сейфе что-то вкусненькое. Немного не угадала, но это тоже круто. Тут гора попитов. Они, правда, какие-то странные. Пахнут слишком вкусно. Ничего себе, да они съедобные. Лила, ты что, с ума сошла? Нельзя есть резину. Вы ничего не понимаете. Это не резина, это мармелад. Какой же он вкусный. Я хочу съесть все и сразу. Трудом помещается в рот, но я справлюсь. Как же тебе повезло. Мы завидуем. Это точно. Я бы не отказалась попробовать. Было вкусно, но я немного объелась. А может, тогда отдашь последний попит нам? Да. Предлагаю взять его самим и никого не спрашивать. Вообще-то я все вижу. Не нужно трогать мой попит. Я сама с ним прекрасно справлюсь. Ладно, ладно, тогда я займусь своим сейфом. Это еще что такое? Глазам своим не верю. Кажется, оно шевелится. О нет, это живые червяки. Какой кошмар. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, Джули. Уберите это от меня. Кажется, твои черви попали прямо в Милу. Что ты натворила, Джули? Сейчас же все это убери. Спокойствие, нам просто нужен пылесос. У Милы червяк прямо под носом. Это совсем не смешно, Алекс. Помогите. Мила, не переживай, сейчас я это тоже уберу. Выключи пылесос, он засосал мои губы. Да уж, это было смешно. Ого, посмотри, что стало с Милой. Мои губы похожи на раздутые вареники. Это все вы виноваты. Виноват Алекс. Он все время смеялся и меня отвлекал. Пора его проучить. Что ты наделала, Джули? У меня весь рот забит червями. Зато теперь можем посмеяться мы. Кстати, ты совсем забыл про свой сейф. Тут какая-то странная баночка. Понятия не имею, что это. Может, стоит попробовать? Ну и как ощущения? Кажется, со мной что-то происходит. Но я не понимаю, что именно. Мила, смотри. Алекс стал крохотным. Точно. А ему идет. Выглядит симпатично. Алекс, держись крепче. Я подниму тебя на стол. Спасибо, Мила. Но можно было немного поаккуратнее. Как же ты нам нравишься, Алекс. Всегда оставайся таким. Ну, пока я не против. Ого, попит. Я наконец-то смогу его попробовать. А еще попрыгать на нем. Класс. Это даже лучше, чем батут. Что ты делаешь, Алекс? Наслаждаюсь жизнью. Все-таки он и правда, милашка. Этот воздушный поцелуй я отправляю вам. Фух. Все, хватит прыгать. Я уже устал. Может быть, тогда немного поиграем? Еще чего. Я не собираюсь заниматься глупостями. Совсем не обязательно было меня кусать. Мог бы просто сказать нет. Но ведь это было бы не так весело. Весело, говоришь? Сейчас я покажу тебе, что такое по-настоящему весело. Заражайся. Что ты задумала, Джули? Она хочет, чтобы я победил червя. Да проще простого. Положу его одной левой. Пока получается так себе. Ничего. У меня еще есть возможность отыграться. Молодец, Алекс. Ты выиграешь. Получай, дурацкий червь. Осталось совсем немного. И я почти победил. Вот это сила. Круто. Ты нас приятно удивил. Что ж, думаю, на этом пора возвращаться. Ты снова стал таким же, как и прежде. Да, и я этому рад. Можно в этот раз начну я? Да, мы не против. Вы это видите? Мне достался новенький айфон. Какой же он классный. Ну, знаешь, это не повод дразниться. Вы все должны мне завидовать. У вас никогда не будет такого телефона. Алекс, не лезь в мой кадр. А ну-ка отдай. Я заберу твой телефон. О, все понятно. Это надолго. Отдайте мне. Хватит. Что ты делаешь, Мила? Сейчас же верни телефон. Он мой. Не мешайте мне. Я играю. Ну, вообще-то я тоже хочу. Ну и что, мне плевать. Что вы наделали? О, нет. Вы уронили мой телефон. Упс. Неудобно вышло. Что с ним, Алекс? Скажи мне. Лучше тебе этого не видеть. О, нет. Только не это. Он разбился. Извини, Джули. Мы не хотели. Так, давайте не будем ссориться. А лучше посмотрим, что у меня в сейфе. Кажется, я слышу странный звук. Что же там? Никак не могу достать. Оно будто ускользает от меня. Не верю своим глазам. Это же лягушка. Ты серьезно? Не может быть. Кто-нибудь снимите ее с моей головы. Извини, но я не буду ее трогать. Ух, кажется, я от нее избавилась. Нет, она просто перепрыгнула на меня. Вот умора. Какая склизкая. Заберите ее. О, нет. Что ты наделала? Я едва ее не проглотил. Мне кажется, мы зря ее так испугались. Посмотрите, какая она милашка. А что, если это заколдованный принц? Попробую поцеловать лягушку, чтобы чары развеялись. Ну как, работает? Мила поцеловала лягушку. Ну и что? Я должна была проверить. А я должен проверить, что у меня в сейфе. Тут какой-то цилиндр. Не понимаю, что мне с ним делать. Попробуй надеть. Вдруг тебе подойдет. Аккуратнее, Мила. Твоя лягушка опять ускакала. Ого, смотрите, что с ней стало. Теперь она будто шоколадная. А что? И правда похоже. Да, это точно шоколад. Какая вкуснятина. Я поняла, как работает твой цилиндр. А я уже знаю, что в него положить. Что ты делаешь, Джули? Уже сделала. Превратила свой разбитый телефон в шоколадный. Классно придумано. Какой же он вкусный. Так, мне тоже нужно что-нибудь превратить. Но у меня ничего нет. Смотри, Джули, Алекс стал шоколадным. Что ты делаешь, Мила? Зачем тебе его палец? Стой, не надо его есть. Ладно, ты права. Я как-то об этом не подумала. Я знаю, как его вернуть. Нужно просто снять цилиндр. Спасибо, Джули. Пришла моя очередь быть первым. Кажется, на этот раз мне досталась вкусняшка. Шоколадный коктейль. Выглядит круто. Поделишься? Для начала нужно хотя бы его открыть. Какой же ты несамостоятельный. Нужно повернуть вот тут. О, спасибо. А теперь ты со мной поделишься? Конечно, нет. Как ты могла на такое рассчитывать? Я все выпью сам. Кстати, это очень вкусно. Жадина. А ведь я тебе помогла. Ну ладно, тогда получай. Что ты делаешь, Джули? Ты разольешь весь мой коктейль. А если бы поделился, то у тебя бы еще осталось. Да уж, очень остроумно. Пришла очередь, милы. Не хочу открывать. Внутри что-то невкусное. Ну вот, вонючая рыба. Я же говорила. И что мне с ней делать? Я не могу положить такое в рот. Скорее ешь, иначе мы задохнемся. Я не хочу. Ладно, ради вас я готова на это пойти. Как же противно. Жуть. Никогда в жизни больше не буду есть рыбу. У тебя еще осталось. Заканчивай скорее. Ладно, ладно. Думаю, лучше съесть ее целиком. Невероятно. Как такое возможно? Не думал, что Мила на такое способна. Ой, аккуратней. Ты кинула рыбий хребет мне в лицо. Но это было смешно. Не очень. Открывай свой сейф, Джули. Тут одна конфетка. И что мне с ней делать? Наверное, просто съел и все. Вкусное, но очень-очень мало. На один зубок. Странное угощение. Согласен. Ой, что со мной происходит? Да у тебя все лицо усыпано конфетами. И руки тоже. Вот это да. Конфетка все-таки была волшебной. Смотрите, на месте старых конфет появляются новые. Можно и мне попробовать? Класс. Как же вкусно. Смотрите, теперь я тоже весь в конфетах. Круто. Как же мне это нравится. А ты хочешь, Мила? Нет, спасибо. Какие они странные. Ура. Новые сейфы. Я готова открывать свой. Вау. Вау. В нем банка нутеллы. Точно. Какая она большая. Супер. Смотри, куда кидаешь мусор, Джули. Ай, как больно. Извините, нутелла сделала меня такой невнимательной. Просто не терпится скорее ее попробовать. Смотрите, как шоколадно. Это полный восторг. Я тоже хочу. Класс. Мне все-таки немного досталось. Спасибо. Больше не смей приближаться к моей нутелле, Алекс. Я ее никому не отдам. Джули, ты вся перепачкалась. Ну и что? О, нет. Похоже, моя рука застряла в банке. Кажется, кому-то нужна срочная помощь. Тяни, Алекс. Я не хочу ходить так всю жизнь. Я тяну, но ничего не выходит. Помогите. О, нет, я падаю. Но ты ведь сама просила тянуть. Ого, банка нутелла теперь у меня. Если вы хотите спросить, как у меня дела, то я в норме. Честно говоря, мы не хотели спрашивать. Зачем вы взяли мою нутеллу? О, как хорошо, что тут еще осталось. Да, пора посмотреть, что в моем сейфе. Фу, срочно несите противогазы. Это сыр с плесенью. Противогаза не понадобится, если ты прямо сейчас его съешь. Думаю, Миле требуется наша дружеская помощь. Вообще-то нет, я не просила помогать. Но, по-моему, сработало. Ты почти все съела. Как такое возможно? Меня сейчас вырвет. Я еле держусь. Хорошо, что все обошлось. Остался только мой загадочный сейф. Кажется, внутри черная дыра. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Продолжение следует...